Здравствуйте! В студии Кристина Жеребор. Свою работу в эфире продолжают новости дня. Мы расскажем о главных событиях этого понедельника в ближайшие 20 минут. 76 лет без войны. Новгород отмечает годовщину снятия фашистской оккупации. На месте гибели Черемнова, Герасименко и Красилова прошел траурный митинг. Почтить память героев из Новокузнецка прибыли родственники фронтовиков. Бесплатные обеды для младших школьников с сентября и выплаты мамам детей до 7 лет уже в феврале. Губернатор Андрей Никитин поручил областному правительству выполнить пункты из послания президента в кратчайшие сроки. Страхи оказались беспочвенными. Ветераны, которые вынуждены переехали из деревенецкого интерната в Машинское, обживаются на новом месте. Говорят, попали в санаторий в Сосновом Бару. Новгород отмечает сегодня 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации. Центральным событием стал торжественный митинг у стелы «Город воинской славы». А главным героем, то есть знаменательной эпохи, ветеранам и труженикам тыла вручили государственные награды. Ровно 76 лет назад в этот январский день над стеной Древнего Кремля взвилось Красное Знамя. В результате успешной новгородско-лужской наступательной операции наш город был освобожден от врага, который 883 дня творил здесь свои бесчинства. Картину страшных развалин и пепелища на месте освобожденного города увидел тогда 17-летний Николай Иванов. И больше 70 лет не может ее забыть. Памятник тысячелетия был разобран, разбросано все, купол, содрано все было, решетка осталась. Я зашел в Софийский собор, посмотрел, лазал наверх, посмотрел, там все иконы не было, все содрано, все ничего, все разрушено. И колоколов не было. Сам он тогда чудом миновал смерти, бежал с оккупированной территории и воевал на Ленинградском фронте. Сегодня Николай Иванович – один из почетных гостей, кому были вручены памятные медали в честь грядущего юбилея Победы. Награждены Григорьев Семен Романович, бывший малолетний узник. Иванов Николай Васильевич, участник Великой Отечественной войны. Подвиг ветеранов позволил не только освободить важнейший стратегический объект на пути к полной ликвидации блокады Ленинграда, но впоследствии буквально из руин – восстановить наш город, заложить фундамент его будущего развития и процветания. Слава благодарности в адрес победителей стали главным лейтмотивом. На торжественном митинге у Стеллы город воинской славы. Нет такой благодарности, которая могла бы быть достойной тех, кто его защищал, тех, кто первым водрузил фундамент над Новгородским Кремлем, тех, кто его восстанавливал и строил мирную жизнь в послевоенные годы. Я хочу искренне спасибо сказать всем тем, кто уже никогда не придет, всем тем, кто подарил нам мирное голубое небо, всем тем, кто подарил нам возможность жить, любить, радоваться каждому дню. Низкий вам поклон, дорогие друзья. Освобождение города стало одной из ступеней к пьедесталу большой победы. Цена ее – тысячи жизней бойцов Волховского и Северо-Западного фронтов, чье мужество и героизм навсегда останутся в нашей памяти. 76 лет назад успешно завершенной новгородско-лужской операцией салютовала Москва 20-ю залпами из 200 орудий. В наше мирное время мы отдаем дань памяти освободителям безмерной любовью к Великому Новгороду, который они для нас отстояли. Алена Сувтинанина, Крючек, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение. На берегу Мячинских озер сегодня утром почтили память трех героев – Леонтия Черемнова, Ивана Герасименко и Александра Красилова. Они погибли зимой 1942 года при попытке выявить огневые точки противника. Участие в траурном митинге приняли родственники фронтовиков. Чтобы почтить память героев, 76-ю годовщину освобождения Новгорода от захватчиков из Новокузнецка приехали родные героев Советского Союза – Леонтия Черемнова, Ивана Герасименко и Александра Красилова. Они посетили траурный митинг, который прошел на месте гибели героев на озере Мячино. В нашей семье в Новокузнецке и здесь в Новгороде на почетном месте висят фотографии нашего деда. Мы помним, чтим и каждый год на 9 мая, на день гибели в Новокузнецке приходим к вечному огню. Из Новокузнецка гости привезли горсть земли. Теперь она будет храниться в новгородском зале воинской славы. А также забрали врученную им новгородскую землю. Она взята прямо с исторического места подвига и засыпана в гильзу, найденную в местах боевых действий. Когда мы сегодня приехали на это место, на святое место гибели, у многих из нас возникли чувства и даже прослезились. Мы прочувствовались до слез, как это все происходило. Вы знаете, время летит быстро, но тем не менее, это было буквально вчера. Напомним, Иван Герасименко, Александр Красилов и Леонтий Черемнов погибли в ходе очередного разведвыхода к позициям противника 29 января 1942 года. Группа под командованием Герасименко наткнулась на хорошо укрепленные замаскированные огневые точки противника. Отделению удалось нанести потери превосходящему их по числу противнику. Но, будучи зажатыми с трех сторон, бойцы оказались в критической ситуации. Леонтий Черемнов бросился на один из пулеметов, а Иван Герасименко и Александр Красилов один за другим на второй. Закрыв своим телом огненную точку противника, солдаты дали возможность сослуживцам вести бой с более выгодных позиций. В киномузее сегодня прошел день кинохроники. Активисты Общероссийского народного фронта рассказали о своем проекте «Читаем детям о войне». Зрителям, в числе которых были педагоги, библиотекари, представители правительства и парламента, показали первые видеоролики, снятые специально к предстоящему юбилею Победы. Присоединиться к народной акции может каждый. В зале киномузея детей почти нет. Здесь собрались в первую очередь те, кто сможет поддержать проект. Учителя, работники библиотек, представители общественных организаций и правительства. Ну и, конечно, те, на кого направлена акция. Школьники, у которых сегодня ответственная задача читать о войне взрослым. Это очень важно, потому что они должны знать, что когда-то их родственники прожили такое. И об этом надо помнить, знать. Мы хотим об этом сказать. Проблема нынешнего поколения, уверяют организаторы, дети мало знают о войне и о том, что пережила страна. Знать, говорят они, означает помнить. А один из самых простых способов – читать стихи, рассказы, письма. Делать это новгородские активисты Общероссийского народного фронта предложили еще в прошлом году. С тех пор акция нашла отклик. И сегодня вниманию зрителей представили первый фильм, снятый в ее рамках. Ребята должны знать о войне и всю правду. Вот не вымысел какой-то, а действительно то, что тогда происходило. И я настолько благодарна нашему президенту, который сейчас сказал, что мы должны поднять все архивы и сделать огромный большой архив, открытый архив для населения Российской Федерации, где рассказать именно непосредственно всю правду о войне. Внести свою лепту в сохранение памяти о Великой Отечественной войне способен каждый уже сейчас, просто присоединившись к акции. Так как мы живем уже в 21 веке, то мы предлагаем участникам реализации этого проекта не просто читать, но и записывать себя. Затем размещать в социальных сетях эти видеоролики. Предлагаем дополнить их хэштегом детям о войне. Лучшие ролики определят к 9 мая. Их организаторы акции планируют показать в телевизионном эфире. А в Новгородском музее открылась выставка одной иконы. Уникальный образец церковной живописи вместе с Новгородом пережил оккупацию. Чудом можно назвать то, что дом, где икона Богоматери Боголюбской с изображением Московского Кремля провела больше трех лет, выстоял. Сама реликвия была повреждена осколком снаряда. Судьба этого редкого образа связана с историей нашего города. В 1941 году, еще до начала войны, икону привезли в Новгород. После эвакуации семья оставила реликвию в своем доме. И так уж получилось, что он попал в число тех немногих строений города, что уцелели в годы войны. Но сама икона сильно пострадала. Ее насквозь пробил осколок снаряда. Здесь мы видим представлены перед Богородицей в молитве колено преклоненные московские святые. Известно, что подобные изображения создавались с 16 века. Однако после московского чумного бунта в 1771 году считается, что реликвия прославилась как чудотворная. И с тех пор на подобных иконах изображается московский Кремль. Олицетворяет защиту города. И в данном случае как раз уникальной особенностью этого изображения является очень подробное, очень тщательное изображение московского Кремля. Подобных икон осталось очень мало. Известно лишь о двух образцах меньшего размера. Поэтому теперь перед реставраторами стоит дилемма. Либо постараться сохранить икону в том состоянии, в котором она находится сейчас, либо отреставрировать, убрав отверстие от снаряда и сняв верхний слой, что должно вернуть изображению яркие цвета. К другим темам. Бесплатным горячим питанием ученики начальных классов новгородских школ должны быть обеспечены уже с 1 сентября этого года. А мамы детей до 7 лет должны получить первые выплаты, о которых в своем послании говорил президент Владимир Путин уже в феврале. Эти поручения озвучил глава региона Андрей Никитин в ходе сегодняшнего совещания. Озвучивать поручения областному правительству губернатор начал не в хронологическом порядке, а по степени важности для региона. И номером один стала организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. В течение месяца просьба проработать все вопросы, определиться со средствами, с федеральной поддержкой. Президент об этом также говорил. То есть это источник, это федеральный, региональный и местный бюджет. И представить предложение, как мы эту работу в сентября будем организовать. Ждать до 2023 года не стоит, подчеркнул глава региона. Новгородские школы оборудованы достаточно, чтобы перейти на новую схему уже в этом году. Системе образования вообще особенное внимание. Основное поручение мэру Великого Новгорода. Определить число школ, строительство которых необходимо городу. И подготовить по ним проект на сметной документации. Главное сделать качественно, без проблем с фундаментом и тому подобную. Ведь в противном случае финансирование в рамках нацпроекта образования вновь окажется под угрозой. Нам придется все доплачивать уже самим. Поэтому чем лучше мы подготовимся, тем меньше это будет нагрузка для областного и для городского бюджета. Глава областного центра поручение принял и в свою очередь подчеркнул. Работа уже идет хотя бы в тех же Ивушках. Это быстрорастущий микрорайон. Конечно, 36-й школы не хватает. И школа там, конечно, должна появиться. И мы совместно с министерством образования буквально на этой неделе уже проведем окончательное совещание. И выберем уже и проект должен быть, и место размещения. Кроме того, Андрей Никитин подчеркнул. Выплаты родителям детей от 3 до 7 лет. О них также говорил в своем послании президент Владимир Путин. Должны начаться в ближайшее будущее. В Новгородской области первые деньги мамы должны получить уже в феврале. Доплаты учителям за классное руководство и вручение материнского капитала по новой схеме также должны быть начаты максимально быстро. Все региональные программы при этом сохраняются. Будет продолжено и заключение социальных контрактов для поддержки малоимущих семей. Здесь Новгородская область является пилотным регионом. Бывшие постояльцы деревенецкого дома-интерната для ветеранов обживаются на новых местах. В гостях у тех, кого вынужденно переселили в Машинское, побывал в ходе рабочей поездки в район. Губернатор Андрей Никитин, Анна Кладникова подробнее. Очень мы боялись Машинского. Во-первых, далеко. Во-вторых, слухи такие ходили нехорошие. И дорога-то плохая, и до боровичей не доехать. Автобусы не ходят, скорая не пройти и не проехать. Будете жить в бараке с печным отоплением, вода привозная и один фельдшер. Вот именно такие представления о том, как дальше придется жить, были практически у всех переселенцев. Татьяна Маргунова не исключение. Уезжать из дома-интерната в деревеницах, здание которого было признано аварийным, было страшно. Но доля сомнений в достоверности информации из интернета все же была. Тогда пенсионеры объединились и решили съездить на экскурсию в то самое место. Так сказать, увидеть все своими глазами. Приехав, были приятно удивлены. Светлые просторные комнаты, отличное питание. А что самое главное, медпункт и процедурное буквально за стенкой. Прицепиться не к чему. Короче говоря, директор и коллектив весь просто золото. Ну я не знаю. Попали мы, звоним там родственники, знакомые, что ну как вы там устроились. Я говорю, ну как в двух словах сказать. Санаторий в Сосновом лесу. Всего учреждение рассчитано на 40 мест. Сейчас здесь живут 24 человека. Но как утверждает администрация дома-интерната, это ненадолго. Очередь из желающих попасть именно сюда стремительно растет. Заявки идут со всей области. Я думаю, что в течение месяца свободных мест в нашем учреждении не останется. Потому что наше учреждение, оно всегда востребовано. У нас есть еще отделение в деревне Красная Гора. Вот. Оно рассчитано на 50 человек. И постоянно оно у нас наполнено. Губернатор Андрей Никитин в ходе рабочей поездки также оценил все преимущества учреждения. И навестил тех самых уже не бунтующих пенсионеров. Уютные, теплые комнаты. В принципе, вот я сам посмотрел. Все достаточно неплохо. Конечно, здание нужно будет приводить в порядок еще и снаружи. Но это процесс, который потребует некоторого времени. Сейчас администрация дома престарелых, дома ветеранов готовит проектную документацию. Как она будет готова, будем искать средства и выделять их. Приводить все здесь в порядок еще и снаружи и с учетом территории. Плюс ко всему, с открытием этого учреждения в районе появилось 12 дополнительных рабочих мест. Что в целом благоприятно для Машинского. Ну а пенсионеры, хоть и довольны своим пребыванием в новом месте, все же задают этот вопрос. Что будет с их родным домом-интернатом в деревеницах после строительства и ремонта? Никаких, ни коммерческих, ни частных и так далее. Захотите вернуться, кто захочет, вернетесь. А вы бы клянетесь? Клянетесь. Это надо, что за больницу. Правда? Правда. Из Машинского, Анна Кладникова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Семья Полины Федоровой – 10-летней девочки, которая борется со смертельным недугом спинально-мышечной атрофией. Продолжает сбор средств на ее лечение. Требуется астрономическая сумма – 41 миллион рублей. На призыв уже откликнулись сотни новгородцев и жителей со всех уголков страны. Благодаря их поддержке за несколько дней удалось собрать больше миллиона. Сюжет о Полине Федоровой в эфире программы «Новости дня» вышел в пятницу 17 января. А дальше свое дело сделали современные технологии и добрые сердца неравнодушных новгородцев. Сотни репостов в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. И уже сегодня мама этого жизнерадостного ребенка, который борется с неизлечимой спинально-мышечной атрофией, на своей страничке опубликовала пост о том, что первый миллион на лечение поле собран всего за три дня. Неравнодушные к беде маленькой новгородки люди переводили суммы все выходные. Свой весомый вклад в сбор средств сделала и девочка из города Обнинск. Она мечтала о котенке, копила на шотландца. Но, услышав от своей мамы историю Полины, разбила копилку и перевела все свои средства. Потому что жизнь дороже мечты. Я бы хотела отдать денежки на котелку, которую вы подарили мне на день рождения, на лечение этой девочки. Ну, ты же так долго мечтала о котенке. Жизнь человека важнее мечты. Но сумма к сбору все еще очень велика. Курс из шести уколов препарата спинраза стоит 41 миллион рублей. А он, девочки, жизненно необходим. Страшный диагноз. Спинально-мышечная атрофия Полине поставили в год. И предрекли, что ребенок не доживет и до пяти лет. Сейчас ей десять. Она ходит в школу, любит рисовать. Вот только чтобы удержать в руке карандаш, девочке приходится прилагать такие усилия, о которых здоровый человек даже не задумывается. Мышцы слабеют. И без лечения Полина вскоре не сможет сидеть, двигаться и дышать. Но смириться с таким прогнозом не готовы ни она, ни ее семья. Я бы загадала, чтобы никто никогда ничем не болел. Ничем вообще. У меня даже необычная простуда. Не такое, как у меня. Поля верит в чудеса и добрых волшебников. Верит настолько, что заражает своей верой всех вокруг. И продолжает бороться с болезнью. Теперь не в одиночку, а с помощью земляков. Все, кто хочет помочь Полине, могут связаться с ее мамой в социальной сети или по телефону плюс семь девятьсот одиннадцать шестьсот семь ноль три восемнадцать. Пока у Полины нет волшебной палочки. Творить чудеса можем только мы с вами. Православные христиане отметили праздник крещения. В ночь на 19 января тысячи жителей области, несмотря на плюсовую температуру и отсутствие льда, окунулись в купели. Бесснежные и больше похожие на холодные пляжи. Татьяна Баркова наблюдала со стороны. На улице плюс один, в воде плюс четыре градуса. Для крещенских морозов слишком тепло. Но для желающих скупаться так даже лучше, ведь многие привели с собой маленьких детей. Дети младше 14 лет купаться в мороз медики не рекомендуют. Но ребята сами лезут в воду вслед за родителями. В этом году в городе было обустроено всего одно место для купания возле Кремля. Желающих скупаться в крещенскую ночь было много. К счастью, обошлось без происшествий. У нас организовано питание горячее, чай, каша. Сколько человек жили здесь? Всего в Новгородской области организовано 13 мест купания. И задействовано более 200 человек. А вот здесь, наверное, у нас 5 единиц техники и порядка 20 человек. Всего в области в этом году окунуться в освященную воду решились почти 7 тысяч человек. Православные христиане верят, что таким образом они смывают грехи. На каждой точке дежурили медики. В этот раз их помощь никому не понадобилась. Я скажу, что 5-й год здесь дежурю уже. На моей памяти один случай был, что у человека перепад давления произошел. С тепла в холод. У него упало давление. Но это все поправимо. Ничего критического нет. Он быстро пришел в себя. Закаляться, по словам медиков, нужно. Но многие делают это только раз в году. Поэтому резкая смена температур может быть очень опасна для здоровья. Так что прессовая температура в данном случае сыграла только на пользу. Татьяна Баркова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Волонтеры Победы исполнили мечты воспитанников интерната в деревне Подберезье. Ребятам они продлили праздники и вручили подарки, о которых они просили зимнего волшебника. В Подберезской школе-интернате настоящий праздник. Пусть и с опозданием, но к ребятам пришло новогоднее чудо. Волонтеры Победы принесли детям подарки. По желанию воспитанников самые разные. Поэтому, чтобы исполнить мечту каждого, активистам потребовалось чуть больше времени, чем Дедушке Морозу. Что ты у Дедушки Мороза попросила на Новый год? Я попросила косметику и набор прикольных носков. А какую ты косметику хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь. Чтобы делать клёвые, эпатажные, да, макияжи? Ну, тренироваться. Я, наверное, хочу стать всё-таки визажистом. Колонку и плед. Колонку прототипная? Дибирискую. Я попросила Дедушку Мороза зенитовскую форму для футбола. Я загадала шампунь, гель и бальзам для волос. Акция «Подари чудо» проходит уже больше 10 лет. Схема простая. Ребята пишут письма с пожеланиями, которые затем передают волонтерам. А те организуют сбор подарков. Почувствовать себя добрым Дедушкой Морозом могли все желающие новгородцы. Были такие люди, которые просто приходили, очень много брали писем и приносили прям огромные пакеты в Дом молодёжи. И приносили даже просто обычные вещи. Вот компьютер принесли и разные там даже коньки девочке принесли. Говорят, что новые, мы не пользуемся, вот возьмите, пожалуйста. Благотворительную акцию поддержал губернатор Новгородской области Андрей Никитин и член регионального правительства. Они передали волонтерам подарки для ребят. В этом году новгородцы исполнили пожелания 62 воспитанников школы-интерната в Подберезье. Сегодня в 22 часа 22 минуты в эфир на НТ выйдет документальный фильм «Без срока давности досудимы будете». Это будет эксклюзивный показ ленты, премьера которой состоялась на телеканале «Культура» 11 декабря прошлого года. Фильм создан Фондом национального кино «Патриот». Съемки проходили на месте раскопок в деревне Жестяная горка Батецкого района и в Новгородском Кремле. Также в фильме «Без срока давности досудимы будете» демонстрируются кадры первой в России реконструкции трибунала над нацистскими преступниками, телеверсию которой подготовил наш телеканал. Проект поддержали губернатор Новгородской области Андрей Никитин, правительство региона и областная кинокомиссия. Не пропустите. Сегодня в 22.22. К этой минуте у меня все. Впереди реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Желаю хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова